так ну тут вроде бы все а ты что тут делаешь а я забыл колесо это одеть ну ну простите болтики может еще там подарок под нашими разочек болтики там да ну найдешь короче так что его еще фары протереть наверно надо чистенько все было ну тут все нормально ладно надо колесо по тюрты я думал помочь тебе ты уже затягиваешь ну ладно я хоть инструменты пособираю тогда уже как-то так помогу а колпак ну хорошо надо главное не забыть сейчас инструменты соберу не потерять их ну и таки народ здорово что будем менять ремень ремешок у нас и два ролика сейчас не знаю я что-то ну так выбирали по каталогу вроде бы посмотрим будет подойдет не подойдет если что возможно придется менять комплект этот посмотрим ремень на грм два ролика и ремень генератора простите за ветер наушники скоро пройдут но эти беспроводные будем снимать звук по получше а сейчас еще пока потерпите на улице у нас 48 градусов или 47 разница небольшая 48 47 это у нас сейчас 30 апреля как-то так короче нам надо первую очередь снять крепление не подушку крепление подушки и буксу которая держит ну цепляется крепление подушки самой пока разбираем это тут головка на 6 поэтому надо будет такая тоненькая сейчас покажу вот это такое пришлось на 6 спилить сточить все это дело чтобы потом можно было легко откручивать он тогда влазит весь этот щиток можно открутить пока занимаемся щитком котятам подушку откручиваем надо сейчас еще под это поднять для удобства сделаем этот колесо с ними чтобы было удобно добраться до ремня чтобы проверить выставить правильно зажигание и все остальное еще момент один вот эти вот все клипс но моем случае клипсы подкрыльник держится на клипсах находим их все где-то еще еще вот снизу то есть они здесь везде попрятаны случае клипсы снимаем их никто не снимал давненько ну как давненько как собрали походу и не снимал все это дело вроде бы все теперь должно все достаться легко и непринужденно дабы был доступ непосредственно вот сюда он у меня тут течет потихоньку будет найти еще причину где она подтекает но нам главное чтобы было видно все это поэтому колесо под под машину ничего не упала ну вдруг будет падать чтобы было более безопасней только так чтобы нам не мешало еще домкрат надо поставить сюда сейчас как-то с другой стороны колесо влепить в общем какую-то деревяшечку вставить все это дело под домкратить до тех пор пока нет не открутиться не поднимется подушкой теперь можно откручивать подушку укрепления и снимать эту буксу все это дело разбираем ну чё снимаем ремень сначала генератора то есть ключ на 15 цепляемся за натяжитель проворачиваем его по часовой стрелке ремень расслабляется и его можем снять этот ремень вроде бы как еще хороший но он уже начинает пищать поэтому я его по-любому поменяю потому что я на нем уже проездил двадцать тысяч какие двадцать 30 тысяч уже наверно намотали еще до нас катались неизвестно сколько из-за этого снимаю сам ремень он вроде бы как бы хороший но не знаю сколько он еще проходит поэтому все это дело доводим до метки выводим заклиним к линим тут болты на на 8 или 7 с половиной больше не влезут снимаем ремень генератора снимаем шкив каленвала потому что у нас надо добраться туда чтоб видеть метку в общем разбираем пока болты эти ключи чтоб подушку снять которые наружная звезда такой с внутренним е16 она как его куда его внутренняя тут у нас есть забыл т-50 чтоб открутить в общем как то так сейчас откручиваем ну чё этот шкив снялся довольно легко и даже чуть-чуть удивлен потому что как бы не должно так эти болтики выкрутились но я посажу на фиксатор резьбы по-любому сама резина на шкеве вроде бы нормальные вот это промежуточная ремень снимается легко берем откручиваем гайку натяжитель этот как-то можно подправить его руками и снять а потом снимается ремень гаечка простая все без проблем снялось главное зашплинтовать шкивы распредвала ремень так это новый ремень уже лопается внутри вроде бы он не лопается но уже он выработался если взять старый новый разница есть более как вытер ты уже на камеру так не видно надо есть уже на нем тоже трещинки то есть скоро скоро это отходит свое значит не зря полез не зря одно место чувствовала что надо менять новый размеры именно peugeot 307 и двигателя где 1 и 6 2006 года номер размеру такой стрелочки тут не зря нарисованы ремень ставим по ходу стрелок то есть как по ходу часов как у нас двигателя работает все это дело заправляем у нас есть метки мы сейчас прокинем вот первая метка на распредвал идет вторая метка на распредвал а третье уже идет на сам коленвал поэтому двумя руками будет проще если посмотреть у нас на распредвал у нас на распредвал есть выемки вот эти отметки как раз наш ремень сюда и ставим первая вторая метка и на коленвал у нас еще третья метка сейчас поставлю посмотрим как оно станет и вот один момент как буду ставить новый ролик обычный упорный и обычный натяжной наверное это скорее всего пластик тут стоит металл эти потом вроде бы выработки так на нем нету этот я потом возьму подшипники поменяю перепрессую будет нормально но разница упорный просто это чуть чуть меньше диаметром но натяжной ролик во вернее этот чуть больше диаметром натяжной меньше диаметром ну как раз если поменять то разницы в натяжке не будет а ну как равноценно все распределиться а ролик откручивался легко ну как легко откручиваем болтик этот же болтик вставляем и закручиваем был даже на фиксаторе резьбы поэтому сейчас фиксатор резьбы закручиваем и натяжной ролик тоже цепляем где у нас фиксатор резьбы он там обычный синий то есть открутить еще можно будет без нагрева и еще один момент у нас есть натяжитель ремня у него есть вот такой пазик этот пазик мы вставляем как видно вот эту вот как бы вам показать сейчас секундочку неплохо видно вот этот надеюсь видно вот этот выступ ну шплинт такой торчит поэтому когда его надеваем не взводим вот как он есть заряд ничего ему пока не делаем ну и просто берем вставляем ну опять двумя руками ремень оттягиваем его туда заправляем а потом уже в конце вставляем тут в ту пипку вот этот пазик убеждаемся с помощью фонарика я не вижу вы может увидите что мы попали в паз как бы его вам показать вставили проверили стоит на месте можно накинуть болтик но при этом нанести фиксатор резьбы по любому капельку это сделать дабы не открутилось все наживляем сейчас я опять проверю потому что не соскочила чеку вначале она будет мешать то есть мы ее можем чуть-чуть подвинуть но чтоб она не выстрелила в чеку в последнюю очередь будем выставлять вон видим ой как показать вот так вот метка совпадает с нижней частью коленвала а коленвал у нас по вот этому отливу ну крайний ну посредине поддона отлив получается чуть-чуть левее а метка у нас вот так вот в общем тут все нормально идем наверх сейчас еще помимо того что мы выстояли затянем надо будет еще прокрутить коленвал вокруг раза давай два четыре раза прокрутить и проверить метки не соскочили ли они итого у нас на коленвале метка совпадает то есть сейчас уже ремень не попадет на метки или может попадет но не знаю сколько крутить надо но по ремню уже метки не будет видно тут смотрим я раз пять наверное прокрутил тут совпадает все идем наверх и старому вот это вот ковыряться екатерина екатерина вихтеровна тут смотрит уже есть совпали мы законтрагайли и вот метки которые стояли вверху и в сторону тоже есть теперь подходит очередь к тому что мы можем снять чеку с нашего натяжителя снимается она легко и натягиваем ролик выставляем как он должен такси тут разъездились всякие в общем это на где-то нарисована стрелочка надеюсь будет видно эта стрелочка у нас она так может лучше эта стрелочка показывает куда нам натягивать ролик то есть болт отпустили ой гайку отпустили и теперь натягиваем не получается снимать и показывать натягиваем и у нас выходит вот так вот играем в этого в охотника мушку на прицел выставляем посредине и затягиваем и вся натяжка вам будет потом еще раз прокрутим проверим то есть вот так выставили другой рукой закручиваем гаечку и все должно быть замечательно только гаечку надо смазать это фиксатором резьбы в общем как-то так уберем ключ еще раз перепроверяем крутим вот так будем смотреть на положение еще линзы не стукнуть и прокручиваем наш прицел он так наш прицел работает то есть механизм натяжки будет работать как ему надо первоначально выставить то есть он во время работы может смещаться но самое главное что он у нас работает изначально правильно надел ну как-то так вот он может возвращаться назад может забегать вперед теперь все обратно последовательности собираем шки прокручиваем не знаю черное для себя метку ставлю там поставил керну и тут накернил ставлю все так как снимал на этом всем большое спасибо что смотрели всем большущий привет самое главное не болейте до свидания да жара конечно неимоверная по скриптам такой вот так вот легко можно во дворе в Израиле машину разобрать и сделать пока Евгеньевна там закручивает подушку мы будем потихоньку собирать низ можно будет уже опускать как его движок убрать домкрат этот домкрат или поменять домкрат проще гидравлическим приподнять поставить колесо ну и пробовать заводить в общем как-то так Виктора у нас собирала разбирала Евгеньевна собирала опа она и Виктора она пошла Кать надо это тремень еще генератор одеть хорошо затягиваем вмень так чтобы надпись читалась пронимай затягивай ролик все все но 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 не смей мит все ну ты шустрая но кто-то звонит потом перезвонить ночью все накинули пока давай заводить все работает завелась все новенькое все прям вообще ладно лучше все работает все замечательно все плавно ровно красиво и чисто движок работает все но без без всяких проблем ничего не дне не троит ошибки не выбивает то есть у нас ремень стоит ровно замечательно вот так можно легко поменять без всяких проблем всего вам наилучшего всего хорошего самого на не болейте ну и до следующих видео все кино не будет и Субтитры сделал DimaTorzok